Бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды Это единственный камень, который имеет именно вот такой цвет И у него кажущееся внутреннее неоновое свечение идет И он даже в сумерках светится Ромалины еще бывают розового, зеленого, но они менее ценные Еще один фаворит гемологов и художников-ювелиров Васильково-фиолетовый минерал танзанит Он редкий, очень драгоценный Месторождение единственное в Танзании Он исчезает, его запасы истощаются Посчитали, что в течение 10 лет его уже не будет Самый ценный танзанит, это камень свыше 5 карат И еще темные оттенки, фиолетовые Он для успешных людей, то есть он приносит туда еще успех Поистине магическое влияние, особенно на женщин Оказывает такой камень, как опал Опал в переводе с греческого «чарующий глаз» Огненные опалы, белые опалы Такие прозрачные, такие неуловимые В белых опалах, в черных, в них такие звездочки горят изнутри И это кольцо, это кольцо разновидность черных опал Вот это кольцо очень примечательно Оно, у него вес 55 карат Опал в 55 карат, такой сгусток, очень редкий, очень ценный Добыт он в Австралии А этот черный опал, он видите, как звездное небо Это кольцо, огранки кабошон, черный опал 2,4 карата, бриллиантов 2 карата И здесь вот бриллианты танцующие, подрагивают Огранка класса, поэтому он так красиво играет 750-я проба золота, конечно же, потому что это кольцо коллекционное Ювелирное искусство – это не только редкие камни и золото-серебро высшие пробы Очень высоко также ценится идея художника, воплощенная мастерами Уникальное кольцо Птички пьют водичку из фонтана Фонтан состоит из камней и лазуритов Вокруг бриллианты И птички тут радированное золото Кольцо состоит из палатия, 500-й проба Конечно, такие украшения стоят целое состояние Ведь это месяцы работы профессионалов высшего уровня Много людей задействовано, чтобы сделать одно украшение Начинается с того, что когда находится камень, обрабатывается И когда он получается красивый, когда он получается редкий Художник делает под него эскиз, именно под этот камень Чтобы заиграл лучше, чтобы это было уникальное изделие После этого ювелир уже делает заготовку и вставляет камушек И получается произведение искусства, шедевр Есть в ювелирной сфере и более демократичное направление Но это уже совсем другая история